Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт, и как всегда, в необычный, а необычный тем, что сегодня мы с вами будем рисовать! Рисовать мы будем с вами с помощью этого мольберта, палитры и десяти холстов. Почему их десять? Потому что я смогу нарисовать всего лишь десять раз, ну это в принципе логично. И рисовать я могу всё, что мне придёт в голову, будь то оружие, будь то доспехи, вот что реально придёт в голову, то и нарисую. Ну а перед тем, как мы с вами начнём рисовать, я надеюсь, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. А если ещё нет, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Давайте попробуем набрать целых десять тысяч лайков, тогда мне будет очень приятно. Ну что, погнали рисовать! Но для начала нужно спрыгнуть. Сейчас мы с вами находимся в обычном мире Майнкрафта, привет курочка, привет коровка, и что же нам нужно с вами сделать в самом начале? Нам нужно с вами сделать себе хоть какие-нибудь инструменты и желательно добыть еду. С инструментами-то проблем никаких нету, я их наверное сам сделаю. А вот насчёт еды, это нужно добывать, это нужно готовить, а я этого не хочу. Поэтому нам сейчас с вами придётся нарисовать, наверное. Сначала, конечно же, сделаю себе хотя бы топорик. Топор у нас с вами есть и давайте тогда сразу же возьмём наш мольберт. Поставим первый холст. Ого, абстракционизм. Для того, чтобы нам рисовать, нужно положить эту палитру сюда и, наконец-то, мы с вами хоть что-то можем делать здесь. Давайте не будем рисовать что-нибудь из еды, наподобие мяса, хлеба и так далее. Почему бы нам сразу с вами не нарисовать какой-нибудь очень вкусный сэндвич? Да, я бы сейчас в жизни съел сэндвич какой-нибудь вкусный такой, с плавленым сырком, с хорошей колбасой. Ну, пока что мы с вами этого не можем сделать, поэтому нарисуем такой вот самый обычный простой сэндвич, который будет очень большим. Будет салатик обязательно. Даже вот здесь ещё салатик нарисуем. Котлета у нас уже с вами уже есть. Добавим сырочка такого вкусного. Ну и, собственно, ещё одну булку. Ну, знаете, в принципе, неплохо получилось, хотя можно было бы и лучше. Вот как-нибудь вот так вот. И надо написать, наверное, число, какое мы с вами хотим получить. Давайте я хочу 64. Вот, 64. Очень плохо выглядит. Ну ладно, надеюсь, это сработает. Нет, еды нету никакой. Походу, я очень плохо нарисовал. А, нет. Подождите, реально? Слушайте, а похоже. Прям даже очень хорошо я так нарисовал. Эх, талант не пропьёшь. А я не пил сегодня молоко, так что точно не пропью. И у нас даже сохранился холст. Отлично. Эх, тогда с вами будем ещё рисовать. У меня забрали его. Я-то сначала подумал, что не заберут, а оказывается, реально забрали. Эх, ладно. Окей, у нас с вами еда есть и палитра, к сожалению, заканчивается. Но, я так понял, она будет у нас всё время с вами обновляться. Можно было бы, конечно, сразу что-нибудь ещё нарисовать такое, но пока что ничего в голову даже не приходит. Хотя, давайте-ка, наверное, чуть позже ещё кое-что нарисуем. У меня есть, в принципе, идея. Но для этого нам нужно с вами спуститься в шахту и найти хоть какую-нибудь нормальную шахту. Эх, сейчас придётся добыть тогда камень, добыть себе железо и всё себе приготовить. Ну, именно каменную кирку, железную кирку. Хотя... Нет, пожалуй, я откажусь от этого. Почему бы нам сейчас с вами не нарисовать какую-нибудь крутую кирочку? Давайте как раз-таки с вами это и сделаем. Берём ещё один холст, тут его как бы очистить надо. Ладно, сейчас очистим, только палитру добавим. Давайте тогда начнём с вами рисовать. Я хочу какую-нибудь нестандартную такую сделать, так что давайте как-нибудь вот так вот. Это, конечно, больше похоже сейчас на лопату, но нет, это у нас будет с вами не лопата. Сделаем ручку потолще как-нибудь, вот так вот. И добавим вот здесь вот такую большую, я даже не знаю, как это у кирки называется. А, нет, сейчас похоже уже на мотыгу. Слушайте, это какая-то даже не кирка, это реально огромная мотыга у нас с вами получается уже. Получилось довольно-таки неплохо. Мне нравится, правда, это похоже на мотыгу. И... да, реально выдали. Нифига себе, выглядит она как-то странно, может это мотыга просто? Эм... нет. Давайте заберём наш верстачок и отправимся что-нибудь добывать. И добывает она прям очень быстро. Слушайте, ну с этой киркой мне кажется мы с вами добудем всё, что нам только потребуется. И к тому же она практически у нас с вами не ломается. Сколько у меня уже? 30 уголька. Ладно, потихоньку спускаемся, спускаемся. Стоп, я здесь уже вижу враждебного моба. Так, давай-ка ты вниз будешь спускаться. Так, главное... А, не-не-не, тихо-тихо-тихо, пошёл вон. Ладно, я застрял сейчас, сейчас тот крипер на меня нападёт. Похоже нам нужно с вами хоть какое-то оружие сейчас для защиты, иначе меня здесь все будут взрывать. Блин, надо вот всё время убирать то, что мы с вами нарисовали, мне это не совсем нравится. Меч я не хочу никакую рисовать, лук мне тоже не нужен. Блин, вот чем я реже всего пользуюсь в Майнкрафте? Трезубцем в принципе. Я им даже вообще никогда не пользовался вроде как. Но обычный трезубец я не хочу рисовать. Давайте какой-нибудь нестандартный тогда. Блин, мне красный больше всего нравится, давайте попробуем красный нарисовать. Вот так выглядит трезубец, конечно. Ну, это хоть отдалённо похоже на него. Да, в принципе, да. Но выглядит очень страшно и устрашающе. Да, в принципе, давайте оставим так и посмотрим, будь что будет. Получится у нас... Получилось. Двенадцать урона и 0.5 скорость атаки? Довольно-таки медленно как-то. Ах, ладно, я думал, будет намного лучше, но почему бы нам тогда с вами не проверить? Ну, как-то слабовато. Ну, наверное, всё из-за отката. Откат у него очень долгий и скорость атаки прям капец как хромает. Ну, вроде как, довольно-таки мощное оружие. И сейчас бы проверить на каком-нибудь мобе тогда. На том же самом зомби. Хотя тут есть скелет и отлетает он за два удара. Паук тоже, хотя если в прыжке за один. Слушайте, а хорошее оружие, мне нравится. И золото, кстати, тоже добывает. Это кирка. Не, ну с таким набором уже можно спокойно выживать. И пришло время, наконец-то, попробовать наш сэндвич и... Он очень сытный. Сразу много восстанавливает и, в принципе, всё. О голоде нам, получается, не надо задумываться. Но с таким оружием, мне кажется, нам 100% с вами потребуется ещё и щит. Чтобы мы смогли с вами хоть как-то защищаться от враждебных мобов. Потому что скорость атаки у нас капец как хромает. Давайте тогда с вами сразу заготовим место, где мы с вами будем всё рисовать, чтобы на нас при этом никто не напал. Как там рисовать щит? Хотя, подождите. Я не хочу такой щит. Я хочу зелёный щит себе. Вот какой-нибудь вот такой вот. Да, так будет намного лучше. Конечно, выглядит очень странно. И мне кажется, что на этот раз Майнкрафт затупит и ничего нам не даст. Хотя, подождите. А если мы с вами сейчас дорисуем, например, вот так вот ручку? Да. И, блин, подождите. Он может нам выдать таким образом черепаший панцирь? А, не-не-не-не. Не хочу, не хочу, не хочу. Черепаший панцирь. Давайте тогда, наверное, с вами нарисуем вот здесь вот так вот глазки. Рот. Во! Как будто это щит крипера. Давайте, чтобы было более понятно, здесь вот так вот. Как будто это крипер. Сейчас звуки иззываются. В принципе, неплохо. Мне нравится. О, щит крипера. 99, скорость атаки, что? Жди, ну это бред, это бред. Так, надо найти сейчас каких-нибудь мобов и проверить этот щит. О, нифига! Ну-ка, взорвёшь ещё раз? Да нет, не взрывает. Ладно, тогда будем вот так отбиваться. Я, кажется, понял, как этот щит работает. Нам нужно с вами один раз ПКМ нажать, и тогда мы с вами становимся в защитную стойку. Ещё раз нажимаем, и мы можем с вами спокойно бегать. Но при этом нет никакой защиты. Да? Ну да. О, ну всё, защита у нас с вами есть. А если в меня выстрелят? А, ничего не происходит. Пошёл вон. О, он даже не погиб. Подожди, что? Не-не-не-не, я чё-то не понял. Это реально так сработало, что ли? Смотрите, я сейчас держу щит, и я защищаюсь. И если мы с вами спрыгиваем, то мы с вами блокируем весь урон. Ты чё стреляешь? Ну, мне кажется, я капец как затупил. Надо было рисовать себе броню, а не какой-то щит. К тому же работает он как-то через раз. Не всё время взрываются мобы. И вот это как раз даже очень обидно. Поэтому, мне кажется, сейчас лучше нам нарисовать броню какую-нибудь. Она 100% нас защитит. Насчёт брони я уже подумал, и я знаю, что я нарисую. И это очень даже странно. Все же вы, наверное, смотрели Соника. Ну, Соник, Супер Ёж, там, бегает очень быстро и так далее. Почему бы нам не нарисовать что-то вроде его брони? Я даже нарисую как-то очень непонятно. Проверим сам Майнкрафт, как он это всё воспримет. Я нарисую вот такой клубочек с шипами. Это поза Соника, и по идее она должна засчитаться сейчас. Возможно, Майнкрафт поймёт и тоже смотрел Соника, и сможет что-нибудь мне там подогнать. Но не факт. Как же это плохо нарисовано. Ну, я надеюсь, сейчас будет всё нормально, но, кажется, ничего вообще нету. Ну, ладно, не по... Лучилось. Штаны Соника, шлем Соника, худи Соника и его ботинки, кажись. Слушайте, а мне идёт? Слушайте, а мне даже очень хорошо в ней. Защита, конечно, маленькая, но, может, хоть способности какие-нибудь есть? Да, вроде нету. Ну ладно, броня есть, броня есть. О, туда же значок Соника. Прикольно. Хотя, знаете что, давайте-ка мы, наверное, сейчас с вами ещё раз кое-что нарисуем. Мне это оружие вообще не нравится, я не хочу им пользоваться, поэтому нарисуем кое-что другое. У меня уже один холст забрали. Я даже мордочку решил нарисовать. В принципе, красиво. Давайте нарисуем какой-нибудь зелёный меч такой. Блин, главное, чтобы это не был меч крипера. Если посчитать, что это крипер, тогда плохо мне будет. И сделаем так, что он как будто полый внутри. Хотя, не-не-не, нафиг это надо, потому что меч сразу будет ломаться, а это нам не надо. Делаем теперь рукоятку как-нибудь вот так вот. И вот как-нибудь вот так вот обведём его. Я не знаю, это дерево. Это ж реально дерево какое-то. Эх, ну ладно, забираем тогда это всё. И чё, где дерево выросло? Нигде? Майнкрафт, походу... А, не, Майнкрафт, кажется, уже подумал, раз он у меня забрал холст. Окей, что же он надумал? Два! Сколько урона? Подождите-ка, это похоже, как будто меч из террарии. Подождите, ну-ка. С одного удара. Ну-ка, удивительно, 27 урона и плюс 2 скорость атаки. Ну-ка, крипер. Легко. Ну да, с одного удара теперь мы с вами всех уничтожаем. Ну да, это, в принципе, неплохой меч, подойдёт. Ладно, оставим его. О, здесь есть железо, железо нам надо. У нас с вами остаётся всего лишь 4 холста, поэтому нужно как-то это всё грамотно распределить. Надо подумать, что можно ещё такого нарисов... Ай, нарисовать. Пока что я не нуждаюсь ни в броне, ни в оружии, ни в инструментах, потому что у меня сейчас с вами есть всё, что мне нужно. Это сэндвич, это суперский меч, это суперская броня Соника, а также щит крипера. О, щит, хиви гуакен. Да, я не умею разговаривать на английском. Я, конечно, Соник, но я уже устал ходить здесь. Можно, пожалуйста, как-нибудь по-другому передвигаться? Может нам нарисовать какое-нибудь портальное устройство? Да нет, фигня какая-то. Может нам нарисовать какого-нибудь ишака, который будет нас всё время водить? Ну, точнее, возить. Нет, тоже фигня. А если нарисовать машину? Да, мне кажется, это хорошая идея. Опять нужно только забаррикадироваться здесь, иначе на нас нападут. Рисовать я буду долго. Машина, это моя страсть, и поэтому я буду её рисовать прям максимально детально. Значит так, нам нужны для начала колёса. Всегда рисуем с колёс. Они у нас будут с вами квадратные. Вот такие вот, даже немножко прямоугольные. Да ладно, что мы тут будем портить машину? Она будет у нас вот такой красавицей. Я всегда хотел себе машину серого цвета, поэтому она будет вот такая вот серенькая. Это у нас всё с вами готово. Сделаем, пожалуй, её даже кабриолетом. И саму машинку мы, естественно, с вами обведём. Ладно, у неё должны быть диски, поэтому диски тоже рисуем. Но, на самом деле, это даже не знаю, на что похоже. На ванну какую-то. Но, в принципе, почему бы и нет? Мне кажется, нормально. Забираем. И нам отдали машину. Я хочу теперь проверить, как эта машинка себя будет показывать. Тихо, ну куда ты? Ну куда ты? У меня меч крутой. Я сейчас хочу посмотреть, как она будет тебя показывать так. Поставить мы её с вами смогли и... Нифига себе скорость. Слушайте, мы с вами очень быстро передвигаемся на ней. И даже можем забираться на горы. Серьёзно? Это очень хорошая машина. Можно мне, пожалуйста, в жизни такую? Здорово, ребят. Пока, ребят. А! Нет, только не крипер. Слушайте, а мы в нормальном своём месте даже находимся. Да, ё-моё. У меня хп так скоро закончится. Не-не-не, нужно покушать, нужно покушать. А, как слезть с машины? Во, кушаем быстрее, кушаем быстрее. Всё, покушали. Можно дальше ехать. Нет, всё плохо. Машину, походу, придётся кинуть. Да ё-моё! Мне кажется, не самая хорошая идея вот здесь машиной всё-таки управлять. Всё-таки будем управлять её уже на поверхности. А здесь я даже не знаю, что мы с вами будем делать. У нас всего лишь три с вами холста осталось. И что мы с вами можем ещё нарисовать тогда? Нам бы, наверное, с вами хоть какое-нибудь дальнобойное оружие. Но из дальнобойного я знаю только одно. Это лук и стрелы. Так, давайте тогда будем думать. У меня, в принципе, нитки есть. Так что мы, наверное, с вами лук сами сделаем. А вот стрелы я не знаю. Стрелы я не знаю. Нарисуем тогда. Но лучше, наверное, выбраться сейчас наружу, потому что мне здесь не совсем нравится. Заодно на машинке покатаемся. Но стрелы рисуются очень-очень легко. Значит, мы с вами рисуем вот здесь такой наконечник. Хотя он должен быть немножечко потемнее. Ну ладно, оставим таким образом. Делаем теперь саму палочку. И теперь нужно нарисовать перья. Перья мы сделаем с вами чуть потемнее. Как-нибудь вот так вот. И теперь нужно нарисовать само количество. Я хочу получить, например, 64 штучки. Вот. Вот так вот. Да. Шестёрка нормальная, четвёрка ужасна. Ну, в принципе, как всегда. Стрелы мы с вами получили. И... У нас даже 64 плюс 13. Неплохо. Но стрелы мы, наверное, пока же с вами не будем тратить. И что же нам тогда с вами ещё? А, блин, нам ещё с вами нужно отправляться в ад. Нужно добывать эндерменов. Торговаться с пиглинами. Я этого не хочу, поэтому, может, мы сможем с вами сразу нарисовать портал. Погнали тогда нарисуем с вами сразу активированный портал. Почему бы нет? Да, вообще неровно. Ну ладно. Как-то детально мы с вами это всё рисовать не будем. Но всё-таки, все вот такие вот нюансы, где я чё-то неправильно сделал, вот так вот подкорректируем. Ну, в принципе, это похоже, конечно, на портал. Но нужно, наверное, ещё вот здесь вот так вот тёмненьким залить. Хотя, вот у нас есть с вами заливка, так что вот так вот. В принципе, ну... Да... Вопросов нет. Ну что, ладно, погнали. Дракош, конечно, всё понимаю. Но я сейчас буду тебя бить. Блин, я же мог нарисовать то, что дракон погибает. И тогда мне пришлось его уничтожать. Ну, блин, я уже забыл. Мольберт, холст, поэтому придётся своими силами сейчас справляться. Не подумал я, не подумал. Ну ладно, хоть вспомню, как по-нормальному проходить Майнкрафт. Наконец-то он начал уже приземляться. А ну-ка иди сюда. Давай-давай, давай-давай. Давай-давай-давай, мой маленький. Где? Где твоя голова? А вот она. О, подождите, а почему урон не проходит? Он чё, обалдел? А если так? Нет, не проходит. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, наш щит спас. Не, ну ты обалдел, что ли? Да получай, получай. Он не хочет погибать. О, какой же классный щит он нас спасает. Нам что, придётся его достреливать? Да не, ну это бред же какой-то. Этот дракон был настолько плохим, по нему так сильно не проходил урон, что он даже не дал опыта. Ладно, прыгаем. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик и не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был... А какие? Всем ещё раз спасибо за просмотр и всем покедова.